Всем доброе утро! Сегодня я хотела начать хороший лук, добрый и так далее, но я сейчас подошла к Хомке, она всё это время спала. Она, во-первых, не захотела побегать в шаре, хотя она всегда этого хочет, и посмотрите, что у неё с лапкой. Видите, у неё какой-то синячок. Я не знаю, как у неё заснять, но она лапка. Это вы видите, что у неё с лапкой. Я сейчас бегу к врачу. О боже, извиняюсь, но это моя самая нелюбимая. Ходить к врачам с животными. Я сама вчера температурила. Малыш мой. Я не знаю, я надеюсь, это просто какой-нибудь ушиб, я не знаю, может, за нозой попала, что-нибудь такое. Пошли мы в больницу. Ребят, я уже вышла с Хомкой. Обед сейчас туда двух, в той ветклинике, в которую я собираюсь с ней идти. Первый раз туда пойдём. На улице тепло, я думала, ей холодно. В итоге мне написали, приходите после двух, после обеда. А я уже вышла. Ну ладно, зайдём обратно. Ещё холодно так на улице, на этой ветхомке. Туда напихать салфеток. Я очень надеюсь, что это просто ушиб у неё. Ну, потому что он у неё появился буквально за ночь. Так что всё нормально, я думаю. Просто сейчас врач его смотрит. И скажет, что нам делать. Хомочка. Ну, домой. Мы уже зашли домой. Ну, что-то из кармана выпало. В общем, пойдём сейчас в другую ветклинику. Прямо так и называется городская ветклиника. Блин, чё я уронила? Ладно, потом найду. До этого со всеми своими животными мы ходили в ветклинику доктор Айболит. Тоже недалеко от меня тут находится. В итоге два раза там врачи ставили неправильный диагноз моим животным. И они умирали. Виню я в этом врачей. Потому что я не знаю, как можно было, во-первых, моей последней кошке сказать, что у неё нет лишая, когда она вся лишая. Во-вторых, как можно было сказать то, что у кошки что они там сказали, я не помню. В общем, они не сделали УЗИ. Кошка, в общем, умерла из-за того, что другая уже кошка проглотила железную штучку. Вот. Но врачи испахнули, я не помню, на что вот это. Поэтому туда я больше идти не хочу. И там приём намного дороже, чтобы вы понимали. 350 рублей просто консультация. А то, куда я иду, 270, что ли, консультации, я не знаю. В общем, она хотя бы подешевле будет. Знаете, на что я это скидываю? Либо Хомка. Она вчера очень чего-то испугалась и резко по клетке с третьего на первую промчалась. Вот я думаю, может, она там что-нибудь поранила, защемила. И поэтому у неё это на утро образовалось. Либо... Позавчера где-то, ну, два дня назад где-то, я заметила красненькую точку на лапке Хомки. Но на какой из лапок я не помню. И, может быть, это и образовалось в опухоль. Я не знаю. Трогать Хомку я сейчас лучше не буду лишний раз её нервировать, чтобы она... Ну, хотя, я думаю, я и так сейчас очень болен, так что я трогать её не буду. Не знаю, что будет в больнице. Сколько денег мне надо будет, потому что у меня их особо сейчас нету. Вот. Такие дела пока что. Так, на приём я пойду после двух. Сейчас пол первого. Пока буду убираться, потому что вечером к нам приедет мамина сестра. Такие дела. Ребят, я уже по дому убралась. Става сперпульсозить, помыть полы. Помыть полы. Я сейчас на пить чай, жду. Адалина, мы пойдём с ней вместе, например, она со мной захотела прийти. Так, у нас тут. Панкеки. Всем приятного аппетита. Адалина уже ко мне пришла. Мы же собираемся уходить. Хомка там. Ты что, ей домой-то рассказала? Конечно. Не, я почему-то думала, что всё нормально. Просто ушиблась. Я очень на киндерс. Дай бог, всё нормально. Приходится? Нет? 8 минут. Мы уже пришли. Мы уже пришли в ветеринарную клинику. Ждём. Там занято. А ты знаешь, день рождения? В хомке? Да. Меча не меня. Ну, 3-й. Ну, 14-го мая был месяц или 1,5. И получается сейчас сколько? Чего там в посуде? 3-4. Почитаем, скажем. Ждём очередь, короче. Вернёмся, как зайдём. Ну, будем сюда походить. Да-да. Ну, можно вот эту крышку снять срабатывать. Убоку. Серьёзно, тетя Курик. Привет. Ой, я правый, да? Да. И вчера такая шла ксюра была. Вот что она всё болитетела. И кто тебя держит? Да. Это срабатывается? Вчера, в общем, я к ней, как обычно, подхожу, говорю, что она взяла на водонаде длится. У меня трёхэтажный домик. Она с первого этажа, она третий. И с третьего на первый и резкого этот домик. Буквально за полсекунды. Я думала, что она как-то ушибла. Но после этого она спокойно в веки выходила. Там бы на водонаде. Вот опять выкачивается. Может, по тезону она попасть. А салфетки как? Вот такие. Но я больше кладу на салфеток. Вот такого всего. Может, скорее всего, в руки попасть. Ой. Век. Надо бы держать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Всё-всё-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. О-о-о-о. Не успокоюсь. Гонки уже каллы на беспалющее. Не будут выдавливаться к носу лапки. Скорее всего, это заносно. О-о-о. О-о-о. А кто обрабатываться будет? А кто обрабатываться будет? О-о-о. А кто обрабатываться? А кто обрабатываться? Вообще пилки уже обрабатываются. А на открытии? Угу. Угу. О-о-о. Угу. 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 Покусает. Удавлявая кусает. Угу. Покусает кошки. Ну всё, практически. Сейчас. Уже интерес к ней наш, да? Не надо ботылки помазки без них. Машечку там присоединили. Это, наверное, копыт. Кхе-кхе-кхе-кхе. Спасибо. Может, я пилки от меня выбраться? Она не снимается, да? Просто так. Угу. Угу. У тебя какой страх. Угу. Что-нибудь. Спустите, возьмите. Сейчас. Сейчас. Давай. Угу. 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 Хомки выдавили гной, потому что, наверное, из-за того, что из-за пила к занозу попало. Попили мы хомочке вкусняшку её порадовать. Я давно хотела ей купить, и сейчас из-за того, что она выжила, ещё она, правда, три раза обосралась, пока кала, я не знаю, как вам сказать, это описалось. Жесть. Но сейчас всё нормально, надо будет обрабатывать. Я поняла, что я не хочу работать ветеринарно, вообще никак. Они не смогли перекисью обработать или в Миколе намазать. Это буду делать как-то я сейчас. Я не знаю, как. Как реально мне намазать так, чтобы она не связала. Ещё и не укусила. Ещё и не укусила. Ну ладно, укусит-то, укусит, но, по-моему, чтобы она не связала. Такие дела. Ребята, я уже дома. Уже обработала хомокем перекисью. Очень хорошо. Пока она вот эту палочку грызла, уже не заметила. И чуть-чуть лима Коля. Вот лима Коля у меня не получилось. Она прям не давала намазать. Но я это делала спокойно, чтобы она не боялась. Они как вы видели пару минут назад, как-то витокринки делали. Но я понимаю, что скорее всего они должны так делать. Чтобы не 10 часов приёмка длился. Сейчас я буду пить чай. Потом, наконец-то, допылишь, пропылесошу и полы домой. Это всё, что у меня осталось. Сейчас Юля варит суп и готовит кабачки. Всё, всем сейчас приятного аппетита. Ребята, уже вечер наступил. Хомка двигается сейчас со мной, покажу. У неё всё более-менее, ну, лапка, смотрите. Видимо, у вас болит. Пипец, я не могу прям смотреть на это. Дай бог, заживёт. Сейчас я постараюсь как-нибудь намазать ей левыми колью опять. Ой, кто это у нас уже карабкается? У нас выздоровела лапка, да? Палочка её очень нравится. Кушает. Сейчас такой ей ужин я приготовила. Это горошек уже вскрыла, чтобы она не утруждалась. И чуть-чуть корма. Сейчас я буду кормить. Переживаю я очень, если, ну да и бог, хоть что-нибудь слабкое произведёт. Хомка. На. Идём. Ням-ням-ням-ням. Идём, моя малинка. Кушай, моя малинка. Кушай. Кушай, хомка. А, отпустить меня, пацаны. Тоже, что это у меня горошка пахнет. Вон моя маленькая красавица, как кушает. На лапку вы видите, да, пишите, пожалуйста, в комментариях. Может, в такой же случае будет что-то мне делать. Мы ещё завтра в деревню едем. Я беру хомку с собой. Я её одну не оставлю. Это сто процентов. Не дай бог, что с ней может произойти. Беру всё лекарство. Ну, перекислю на колью. Ой, боже, не могу прям. Тут всё в салфетке укрыла. Там 10 слоев салфеток, чтобы она, не дай бог, лапку свою не задела. Никак не поранила ещё сильнее. В шарике она сегодня пока гулять не будет, потому что, не дай бог, пыль соберёт на полу, не знаю. Но я сегодня убиралась. Я теперь буду каждый божий день убираться, чтобы, не дай бог, она не подцепила грязь сразу там какую-нибудь. Она очень прикольненько грушит горошек. Сейчас, если возьмёт сам горошек, то покажет. Просто он зачем-то стебелью чё пройдёт. Горошку хочет достать. Дома она свою очень сильно забаррикадировала, чтобы, не дай бог, никто не зашёл. Ну, лапа уже не такая пушая, я вам скажу. Хотя быстрее утро, чтобы посмотреть, как у неё дела сладко. Надо будет обязательно ещё раз как-то мне намазать. Хоть сейчас, что ли, либо Миколи. Честно, боюсь. Потому что вы видели, какая она была напряжённая у врача. Не дай бог, она меня укусит. Но нет, она меня не боится особо. Наверное, я надеюсь. Ну всё. Пошли они кушать. Ой, конка пошла кушать. Кто кушает, всем приятного аппетита. Я смотрю сейчас 4 свадьбы на выпуск. Вот. Пойду смотреть дальше. Ребята, уже 11. Я выхожу гулять. Выпустила хомку побегать в круге. Потому что она очень красивая. Она вообще оживлённо очень себя ведёт. А это очень хорошо. Значит, у неё ничего не болит. Значит, всё сживает. Но дай бог, завтра проснусь и посмотрю. У меня будет уже лапка более зажившая. Сейчас я буду гулять с Никитой. Он мне сказал бы не стечай немножко. Это очень смешно звучит. Я ему написала, типа, зачем. А он сказал просто. Сейчас узнаем, что он принёс. Поесть, так сказать, да? Очень мне интересно, что я буду сейчас есть. Мы вместе с вами посмотрим. Я уже вышла к именно встречу. Надела представлять джинсовку. На дворе у нас какое? 19 августа. Я уже в джинсовке вечер. Всё, лето прошло. Правда, на следующей неделе жара. Дай бог успею ещё выглядеть летнюю одежду, так сказать. Ой. Так вот, хомку выгуляла в шаре. Потом минут 20 пыталась обработать ей ранку. Потому что, не дай бог, она опять заразу какую-нибудь занесёт. Хоть я и убиралась. Да, я сегодня специально очень тщательно убиралась. Вот. А где Никита? Дай бог, всё хорошо будет у нас. И с Хомкой, и с Никитой, и со всеми, да? Всё. С Никитой срежусь мы себе и покажу, что он там вынес. Никита мне принёс съесть щекот. Но она вкусная. Я не шучу. И вот такой вот десерт. Ну там, видишь, как раз, поломался. Ещё пожрём, какой кайф. Сверху вообще малину должно быть. Походу, Рома съел. Это вот эти заказывали? Да. Давай, давай. Ну, нам, я снимаю, как я шишку ем. Это типа, это не шишка, это что-то типа шоколадное. Это шишка. Это прям шишка. Но тебя не видно. Надо со вспышкой, наверное. Давай со вспышкой. А целиком? Только нет, лучше вот зад этот не ешь пока что. Начнётся переделять. А где? Папу привёз? Да. М-м-м, как вкусно. У меня как будто ёлку ем. Да, да. Ну вот ты чуть побольше съешь, она более-менее... Там внутри разве ничего нет? Нет, нет, там ничего нет. Ну тут наконечки только чуть-чуть может быть. Ты её вот побольше откуси, чтобы типа она нормальная такая была. А у тебя реально у шишки такие внутри есть? Короче, я как понял, это очень молодая шишка. Специальная, возможно, какая-то, я не знаю, которая промачивается, либо пропитывается чем-то долго. Что-то в этом роде. Ну я и съел уже такие шишки. Ну может ещё. Не, я не хочу посевать. Ну тишуйка прям горькая. Ну ребят, это не шоколад. Это шишка. Это реально шишка. У меня ещё веточка сзади была, короче, прям как от шишки такой, блин. Типа, бать, это реально есть можно? Я смотрю, она прям... Это ещё какая-то непонятная, а вот та прям чисто вылитая шишка, короче. Там мало сиропа было или что-то такое. Я с ним думаю, что за бред? Ну это ещё нельзя если говорить. Можно, можно. Я такая ням-ням. Ну... Пять из десяти. Ну на любителя, согласен. Ребята, я уже дома. Всем желаю спокойной ночи. Я очень хочу спать. Встретимся с вами уже завтра у Хомки. Всё плюс-минус хорошо. Утром засниму. Всем спокойной ночи. Я спать.